В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня торги по паре евро-доллар слабоволатильные. Согласно краткосрочным графикам, пара находится в зоне сильной перепроданности. К этому моменту рост котировок инструмента ограничивает уровень сопротивления 1,1250, пробой которого вернет в пару бычье настроение и откроет путь к значению 1,1300. На пути продавцов расположена важная поддержка в области 1,1200. В ближайшие часы ожидаем продолжение снижения. Накануне ралли фунта стерлингов в паре с долларом США после снижения в области 1,4405 на фоне разнонаправленных данных по рынку труда в Британии сменилось ростом. При этом максимум был зафиксирован в районе 1,4636. Поддержку британской валюте оказывает приближающийся референдум относительно членства Великобритании в составе ЕС. Тем не менее, после публикации протокола ФРС США на рынок вернулись медведи, что привело к снижению до отметки 1,4575. В четверг открытие сессии состоялось в области 1,4601. Волатильность в паре низкая, образовалась консолидацией в диапазоне 1,4567-1,4604. Пара торгуется в боковом направлении над уровнем поддержки 1,4560. Его пробой подтвердит медвежий тренд. Выше расположено сопротивление на отметке 1,47. В ближайшие часы ожидаем консолидацию между уровнями 1,4640 и 1,4560. В среду котировки золота достигли минимума в области 1,254.82 за унцию на фоне общего укрепления доллара США, потеряв при этом 1,6%. Торговая сессия четверга открылась в области 1,261.15 за унцию. Во время азиатской сессии быки по золоту несколько раз атаковали ближайшие сопротивления 1,260 долларов. Затем котировки откатились вниз, отметив минимум дня в области 1,254,50. Технический золото расположено в зоне перепроданности. Примерные потери к этому часу составляют 0,33%. Продавцы продолжают способствовать снижению котировок металла к важному уровню поддержки 1,250 долларов за унцию, тогда как рост цен ограничивает за сопротивлением 1,260. Пробой этого сопротивления снизит актуальность медвежьего направления, выставив следующей целью ценовой уровень 1,270 долларов. В ближайшие часы ожидаем продолжение снижения. Нефть понесла сильные потери в среду и достигла минимума в области 48,57 долларов. Вчерашние потери составили 1,44%. Стоит отметить, что на утренней сессии в четверг нефть растеряла уже примерно 95% стоимости. Сегодня торги по нефти продолжились в нисходящем тренде, зафиксировав минимум в области 48,01 доллара. Отметим, что наблюдается критическое расхождение цены нефти и доллара США, что оказывает на цену давление в сторону снижения. Тем не менее, некоторое время нефть консолидировалась над уровнем поддержки 48,00 долларов. При этом были предприняты две попытки нивелировать потери. Однако быкам не удалось поднять цены выше уровня 48,33 доллара. В результате снижение продолжилось, а продавцы поспешили протестировать поддержку 48,33 доллара. Ее пробой откроет путь к отметке 47,50 доллара и ниже, к уровню 47,00 долларов ровно. В ближайшие часы ожидаем продолжение снижения. Субтитры предоставил DimaTorzok Максимаркетс теперь в прямом эфире на Ютубе. Подпишись и будь в курсе. Подписывайтесь на канал Максимаркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт Ютуб по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку подписаться. Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях.